Современный темп жизни все чаще приводит к возникновению проблем в этой сфере. Усталость, стресс и тяжелые рабочие будни — это то, что знакомо всем не понаслышке. Повседневные дела все больше затягивают в свои сети, и времени на отдых просто не остается. Что же делать в такой ситуации и как наладить свой жизненный ритм, расскажем в сюжете. Для снижения стресса и восстановления сил каждому человеку необходим хороший отдых. Российские ученые провели исследования и выявили, что люди, которые правильно организовывают свой день, уделяют должное количество времени отдыху, живут дольше и меньше жалуются на здоровье. Мы решили узнать, как жители Твери планируют свой день и сколько времени выделяют на отдых. Два больших перерыва у меня есть днем после учебы и вечером после основной моей работы и активной деятельности в студенческом активе. Я стараюсь после пары отдохнуть. Это может быть поход в кафе за чашечкой кофе с друзьями, поболтать за чашкой чая, что чай больше успокаивает. А вечером это либо ванна, либо физические упражнения для разрядки и физической, и умственной, так сказать. Либо просто поваляться за книжкой. Работаю по выходным, отдыхаю, гуляю с друзьями. Иногда в понедельник с новыми силами на работу иду. У меня четкое расписание. Я планирую и отдых, и загрузку, и работу с детьми, работу по дому. И в итоге остается достаточно времени на отдых. Я все успеваю и отдыхаю, чувствую себя отдохнувшей. Правильно распланированный день – первый шаг к внутренней гармонии. В процессе работы важно делать небольшие перерывы и дать себе немного отдохнуть. Чашечка вкусного кофе улучшит настроение, отвлечет от активного рабочего ритма и позволит привести мысли в порядок. После рабочего дня останутся положительные эмоции, а ваше здоровье скажет спасибо. Во внешнем мире есть что-то, что нам требуется, как некий ресурс. А вот внутреннее состояние целиком зависит от хода наших мыслей, от того, как мы организуем эти самые мысли, как организуем свое поведение. Вот привычка смотреть внутрь себя, на свое состояние, вот ее надо вырабатывать. Прислушиваться к внутренним ощущениям – это залог психического здоровья. Удовлетворять не только физические, но и духовные потребности. Попробовать себя в творчестве, начать читать новую книгу или отдохнуть с друзьями. Необходимо найти для себя источник позитивных эмоций, добавить серые будни и ярких красок.